На Гомельшине проходить акция «Чистые руки» и МЭТ не просто научить людей выполнять правила гигиены, а лейда помогает им не захворить на вирусной инфекции. Основная увага школьникам, которые традиционно выходят в группу риски. Правда, эта зима значного влияния на эпидемическую ситуацию не оказала. Думками специалистов подековались наши корреспонденты. Напевно, лучше всех про эпидемическую ситуацию в регионе ведутся областные центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Менавито тут знаходятся адзина в области лаборатория, где проводятся доследования на грыб. В этом году факты захворывания являются одинаковыми. Значно больше проб, у которых выявляются острые респираторные инфекции. У совести с теплой зимой эпидемическая ситуация на Гомельшине не обвязывалась, и ответные обмежевания для школ и местного массового находления людей не уводились. Сами медики тлумачить с этой проведенной в осенью вакцинацией насильства, когда и при шапке зарабили 40% уже хоро региона. Хоть это не значит, что можно игноровать профилактические меры, темболь, что и они не складаны. В первую очередь необходимо соблюдать, как мы говорим, кашлевой этикет, то есть прикрывать при чихании, при кашле нос платком, или даже если ситуация такая и рукавом. Этого будет достаточно для того, чтобы не распространить вирусы в ближайшем окружении. Следующий момент, надо помнить, что заражение, как правило, вирусными инфекциями респираторами проходит в расстоянии метра-полутора, поэтому стоит воздерживаться, если человек кашляет, приближаться ближе, чем это расстояние. Здесь такие простые вещи, как мыть ее рук, оно помогает в том плане, что если грязными руками человек касается слизистых оболочек, это ух, это глаза, это нос, это губы, то вирус, попадая на слизистые оболочки, тоже может проникнуть в организм. В Рогачевском районе сегодня проживает около 57 тысяч человек. По количеству населения это шестый регион Гомельской области. Профилактическая работа для медиков – сирот приоритетных задач. В качестве приклада пятая – средняя городская школа, одна из самых буйных в Рогачеве. У гэтые дни специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят эту акцию «Чистые руки». Головная мета – профилактика вирусных инфекций. Все должны помнить, что вирусные инфекции передаются не только воздушно-капельным путем, вот кто-то покашлял, чихнул, они еще могут передаваться через руки, контактным путем. Поэтому сегодня мы с вами поговорим, как важно чистые руки. Кольки разу на день и як долго треба мыть руки, як правильно их высырать. Какие таблетки нель га приимать нават при высокой температуре и якая ежа реально гэтую температуру понижая. За часу встреча можно саправды доведаться шмат не просто познавального, а ле и корыстного. Як, например, корыстацца марлевыми масками. Эфект видовочный. Зараз многие из гэтых малых, лепш дарослых ведают. Выкорыстовывать их треба только хворым. Для здоровых людей яны практически бескорыстные. Гэты дарыши стверждаются нават у рекомендациях Сусветной Организации Аховы Здароя. Куды больше значный эффект досягается, калитрымать руки у частени и увоголя притрымливаться правилу особистой гигиены. У нас уже есть определенный опыт работы и есть свои результаты. Снизился удельный вес заболеваемости наших учащихся. Определены уже традиционные мероприятия. Проходят единые дни здоровья, спортивные мероприятия. Мы проводим уроки физической культуры и здоровья, час здоровья и спорта, динамические перерывы на свежем воздухе. Сегодня мы не можем пройти лыжную подготовку, поэтому заменяем кроссовой подготовкой, скандинавской ходьбой.